Приветствия, команда КВН, Sega Mega Drive 16-bit, Москва. Первая тройка в студию! А на сцене Sega Mega Drive 16-bit. Вот мы уже в полуфинале, и поэтому время раскрыть карты. На самом деле мы тройняшки. Вот, например, Андрей. Какой нафиг Андрей? Я Илья. Ой, извини, Илья, извини, Андрей. Все нормально, у нас всегда путают. Ну что ж, а я как самая адекватная в этой команде начну. Илья, ты не заметил, я упала. Я тебе больше скажу, это я тебя упала. Видал, как я ее через плечо кинул? Че? Через плечо. Sega Mega Drive 16-bit. Началось. А в Москве появляется все больше и больше студий Загара. Итак, представьте, самый мощный солярий. В кинотеатре на фильме ужасов. Решите уйти. Решите уйти. Решите уйти. Спасибо. 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 Представьте, человек, которому мама в детстве говорила всегда выключать утюг на лестничной клетке. А, газ забыл. А специально для полуфинала премьер лиги КВН. Илья, что это? В первый раз как человек оделся. Да как баба-то оделся. Кстати, неплохо выглядишь. Да, я секси. Илья, зачем ты это на себя нацепил? Да я хочу какой-нибудь девушке понравиться. Хоть как-то внимание привлечь. Ну смотри, сколько в зале красивых девушек. Иди, я тебе подскажу. Во, вот это вот нравится. Что делать? Ну сделай что-нибудь милое. Галь, я не умею делать котят. Илья, очаруй ее танцем. Слушай, вот рядом мой парень сидит, походу он волнуется. Илья, будь более агрессивным. Походу она готова. Ну, веди ее сюда. Илья, что ты стоишь? Удиви ее. Так, Илья, добавь романтики. Слушай, я тут стих сочинил. Подсвящаю его тебе. Трусливым волкам и тапкам по роже. Засадим с размаху, не жалея себя. Не дадим волосатым заморским вельможам. Мяч в сеновале наших баб не любя. Илья, мне кажется, она твоя. Котяна, подожди меня за кулисками. Вот видите, как хорошо все заканчивается. Ведь КВН это дружная игра. Здесь даже все команды держатся вместе. Да, и если нам суждено вылететь в этой игре, то мы прихватим за собой еще парочку команд. С вами была Сега Мегадрайв 16 бит. И я ее фронтмен Андрей. КВНчики привыкли к тому, что вероятность на прохождение в следующий этап премьер-лиги составляет даже чуть больше, чем 50 на 50. Но в полуфинале условия жестче. Лишь две команды из пяти оправдают свои надежды на финал. Именно в этом направлении выдвигается команда КВН Инжикон Санкт-Петербург. Чтобы узнать результаты полуфинала, мы отправились к настоящей гадалке. Здравствуйте, госпожа Тамара. Мы команда КВН Инжикон. Да, я знаю, что я Тамара. Я же ясновидящая. Скажите, пожалуйста, а у вас магия черная или белая? Вам чек пробивать? Нет. Тогда черная. Давай мне ингредиенты для победного зелья. А все, как вы и сказали. Крысиные хвостики, крысиные лапки, крысы без лап и без хвостиков, и дворники с машины Александра Васильевича. Это сам положи в котел, пусть твои отпечатки будут. Скажите, а когда мы уже узнаем результат? Через два часа. Но нам нужно сейчас. Сейчас лучше приветствия играйте. Вперед! Следующая команда оказалась в полуфинале благодаря добору. Впрочем, у меня такое ощущение, что они не особо заметили, что что-то прошло не так. На сцене сборная блондинок Украины. Харьков. Боже мой, ну как мы за вами всеми соскучились. Левый сектор, родники, кисюнички наши, ступенечки. А поправились-то, как все. Похорошели. Правый сектор. Кристина, обязательно нужно было идти на игру через воинскую часть. Мальчики, раз уж вы пришли, сделайте, пожалуйста, для нас что-нибудь полезное. Дальше с Кристиной от завершенной игрок узнали сегодня. Ура! 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 Очень смешно. А еще мы с Кристиной решили сделать наше сегодняшнее выступление интеллектуальным. Школьное сочинение. Значит так, дети, дописываем до точки и сдаем. Петров, я все вижу. Панунаева, я сказала до точки и сдаем. Ну что ты нам строчишь, строчит она. В глазах Пьера плясали страстные чертники, он неумоливо надвигался на Наташу. Наташа прижалась к двери спальни, ее грудь высоко вздымалась, она подставила губы для поцелуя. И тут... Значит так, дети, сдаем сочинение, Панунаева села и дописывает на перемене. А еще мы с Кристиной очень любим играть в шахматы. Да. Привет, Фирс. Привет, Конь. Привет, Конь. А пойдем к королеве? Пойдем. Кристина. Сейчас. Алло. Здрасте. Даш, это тебя. Кто? Фидель Кастро. Такое. Алло. Си, сеньор Кастро. Клара, кэлэрэканусин, сегидэкоманданте Фидель. Тодо андэбиен. До момента интервью не высадная сцена. Киэнос? На носко-носы. Си, граси, а сэмэс комида. Ча? Такое пуш. Да, да, что он... Что он сказал? Кристина, откуда я знаю? Я немецкий в школе учила. А сейчас секретные материалы. Одна девочка очень быстро прыгала на скакалке. И создала вокруг себя защитный экран. Одна девочка так натурально свернулась к калачикам, Что ее подали к чаю. Одна девочка хотела быть нежной и хрупкой, Поэтому искупалась в жидком азоте. Один мальчик стал мужчиной, А маме говорил, что хочет стать космонавтом. Даш, Даш, я тут слышала, В зале шепчутся, что мы с тобой толстые. Ты капец. Вообще. Вообще-то, что бы вы хотели знать? Тело, помещенное в холод, сужается. Да. А тело, помещенное в тепло, расширяется. Мы что, с Кристиной виноваты, Что здесь такой теплый зал? Наверняка такие мысли были у каждого. Возле ларька. Девушка, можно бутылку колы? Да, возьмите в холодильнике. Возьми две. Возьми две. Ну что она, побежит за тобой, что ли? Точно. Девушка, можно две? Да, возьмите. Ну ты дурак. Представьте, Робокоп в Биберево. Рубрика «Ностальгический реализм». Все, кто в детстве ходил с мамой в поликлинику, посвящаются. Так, 213-е, 214-е. Мам, что ты со мной пошла? Я уже взрослый. Так этой мамы не стесняйся. Мама за тобой пеленки меняла. Давай руку. Молодые люди, а кто последний в 216-е? Я. Вы, да? Так, все, сынок, запомни. Мы за этим мальчиком в зелененьком турецком свитере. Я запомнил. Запомнил. Так, посмотри на меня. Куда ты влез? Уже горе ты, моя луковая. Мама! Ну что, мама? Ой, смотри, какие на мальчике штанишки красивые. Как мы с тобой на рынке мерили. И никакие они не колхозные, как ты говорил. Вон мальчик носит и не стесняется, и красивый. Мама! Ну что, мама, ну? Мама! Так ты что, маму стесняешься, что ли? Так, все, пойдем, по-моему, пора. Пойдем, пойдем. Мама, ты что, со мной пойдешь? А что, я тебя голеньким не видела, что ли? Мама, каким голеньким? Дай мне нормально поработать. Так, то стоматологу, заходите. Заходите, это мой сын. Это мой сын. Итак, музыкальное домашнее задание. Тема его «Наука. Отдыхать» начинает команда КВН. Сборная блондинок Украины. Харьков. Тема музыкального конкурса «Наука. Отдыхать». И чтобы вы понимали, сегодня мы будем говорить от лица всех блондинок. Вы поняли? Спасибо, девочки. Так вот, мы с Кристиной очень любим экстремальный отдых. Однажды мы отдыхали на море, так Даша там даже спасла дельфина. Ну, он, наверное, тонул, а я его вытащила на берег, обтерла и напоила чаем. Но самые, но самые экстремальные блондинки – это блондинки в шансоне. Запахло весной. Значит, такая тема. Я Дарон, она Кристон. И сейчас я расскажу, как мы с Кристоном наспор сходили в библиотеку. Пацанчики, да шо вы реально знаете за библиотеку? Тихо, мы в библиотеке. Солярия тут нет. И чай. На раме шпингалет. Доверчиво глядит. Мое окно. Роман «Война и мир» – это вещи. Привлёк мой интерес. Капусту дома, квашу, мне нужен мощный пресс. Читальный светлый зал, корпус северный. Читаю в нём слова. Слов не перед нам. Лежит на мозге тяжкий груз. Читаю в светлый зал. Стал проветренный. Так много рассказал. И это в частности, Что не очко это вообще-то называется, А по-правильному монокль. А ещё мы с Кристиной знаем, Что от городской суеты Лучше всего отдыхать в Шаолиньском монастыре. Голос разума просит гармонии, А голос тела – батона с колбасой. Не думай о колбасе, Будь колбасой. Мой ученик, Сейчас я передам тебе все знания блондинок За последние сто тысяч лет. Всё. А ещё мы с Кристиной планируем отдохнуть На чемпионате мира по футболу в этом году. Даш, смотри, какие я нам шарфики купила. Кристина, ну ты совсем уже. На стадионе будет 40 тысяч человек, Все в разных шарфиках. Мы с тобой как дурочки в одинаковых. Вот мы, блондинки, хотим спросить у футболистов. Вот вы не боитесь, Когда вы со всей силы ногой по мячу лупите, Что нога у вас в нём застрянет? Ну я лично рассуждаю С своего бадминтонного опыта. Да, и вообще, Почему по полю бегают грязные спортсмены, Если на скамье запасных Сидят чистые постиранные футболисты? Ну в общем, мы всё равно в вас верим И все вместе написали для вас этот гимн. Нам нравится вдвоём смотреть футбол, Там бегают смешно туда-обратно. Нам нравится, когда кричат «Авсайт», Но что значит «Авсайт» нам непонятно. Спасибо вам за неигранной рукой, За вол, который мы забили, как не знаю сами. За голоса, что мы сорвали всей страной, За семечки, застявшие между зубами, За нашу пиво в грелке под рукой, За брови, что сожгли мы файрами. За то, что здесь обычай есть такой. После игры меняться всем вещами. Девочки, нет. Только шарфики. А ещё мы с Кристиной подумали как-то один раз И поняли, Что если есть жидкость для снятия лака, То должна быть и жидкость для снятия кино. Вот мы и сняли кино про наш родной город Харьков. Смотрим. Мы находимся в Харьковском ботаническом саду. Только здесь раз в сто лет На две секундочки расцветает орхидея фаленопсис. И сейчас это произойдёт. Ой, смотри, белка. Где? Да вон. Да не вижу. Да вон, Харьков. Включай. А сейчас уникальный случай. Мы находимся в тоннеле Харьковского метро. Да блин, Кристина, она же попросила. А сейчас мы подходим к знаменитой Харьковской каскадной лестнице. Даш, Даш, тебе не больно? Харьковчане очень общительные. И сейчас Даша возьмёт интервью у первого встречного. Что вам больше всего нравится в Харькове? Ну, лучше всего Харьков выглядит с высоты птичьего полёта. Да. Ух ты, мне нравится. И ничего не страшно. Это Наша! Это Кристина! Ну, как вам Харьков? Таки здорово! Я люблю Минск. Я люблю Минск. Я люблю Минск. Я очень люблю Минск издавна. Я здесь с 45-го года. Чтобы полюбить Минск, нужно познакомиться с его жителями. Такое у вас самое замечательное впечатление о Минске? Э. Знаете, что на улицах города запрещено пить пиво? Ну, да. Здравствуйте! Здравствуйте! Что случилось? Что случилось? поможете снять нам рекламный ролик помогу так отлично держите молоток смотрите в камеру и повторяйте за мной это я вчера убил человека в лесопарковой зоне расскажите пожалуйста какой нибудь смешной случай который с вами произошел в минске а смешной случай а можно смешной случай слышите а можно с любого возраста когда это было когда я была молодая в 10 классе этот южный неласковый все до свидания приезжайте к нам мин мы вас ждем я очень благодарен вам за вашу прекрасной профессии что вы так можете к людям подходить и определять с кем можно побеседовать завершать нашу игру квенщики из москвы они представляют сразу два вуза команда квен сега мега драйв 16 бит а для того чтобы сделать наше музыкальное домашнее задание мы решили выйти на улицу и узнать что люди любят смотреть больше всего оказалось что 50 процентов населения смотрят криминальные сериалы остальные 50 мюзиклы что ж наше домашнее задание понравится ста процентам населения вот мы тебя и поймали грязный гарри а чё мы не с мюзикла начали так говори где она я ничего тебе не скажу говори где она я ничего тебе не скажу чё ты как бабу бьешь молодой человек а скоро мюзикл начнется скажешь правду начнется хорошо я все вам скажу я вам скажу я вам скажу правду он скажет вам правду что все лежит в сей кре сознался слова сказал правду всю он 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 мы его упустили из-за этого мюзика уже пятый раз за день теряем я поняла музыка забрала его у нас музыка нам его и вернет давай давай песню давай вместе и он придет снова на песенный зов какая октава вернет его к нам пятый пятый пятая причина это боль вот и попался гарри теперь ты от нас никуда не уйдешь отпустите меня мне есть что вам предложить мне стоять значит договариваемся так если ты нам немедленно не говоришь правду мы убьем тебя я не скажу а а а а а Вот ты и получил по заслугам «Грязный Гарри» Вот получил по всем заслугам главный наш владель Какой хороший финал! Ага, финал еще пройти надо Ну, чтобы попытаться пройти финал, нам осталось показать наше видео Если вы собираетесь приехать в Москву, но еще не знаете, как там себя вести Мы предлагаем посмотреть наши обучающие видео-уроки Андрей, что ты делаешь? Я собираюсь в Москву, но я совсем не знаю, как себя там вести В этом тебе помогут видео-уроки «Москва-начальников» Ну вот вы и в Москве Следуйте определенным правилам поведения Если у вас нет регистрации, избегайте милиции Будьте бдительны, остерегайтесь, варюк Мы вам расскажем, как мы засели Как мы однажды сели на мели Плыли, плыли, вдруг остановка Скажем прямо, очень неловко Хуже на свете нет положения Чтобы почувствовать настоящую московскую жизнь Постойте в пробке Не забудьте погулять по ночной Москве Эта прогулка не оставит вас равнодушными О, господи, господи, господи О, большой театр Обязательно посетите московские кинотеатры Эй, Вадимка Я не Вадимка Если милиция вас поймала Попытайтесь освободиться Я на позитиве На этом уроки закончились Теперь вы готовы к Москве Подайте, пожалуйста, кекс с изюмом Сега-мега-грайм 16 бит Спасибо